Лин Келли Главная героиня – девочка Айрис. Ей 12 лет. Это начало того самого пресловутого переходного возраста, который так пугает многих родителей. Дети становятся взрослее, они хотят быть самостоятельными, но пока еще не знают, как им общаться с окружающим миром, как выстраивать отношения. Для Айрис это сложно вдвойне, потому что у нее есть одна особенность. Она с рождения глуха, не слышит никакие звуки. Айрис знает жестовый язык, даже сочиняет стихи с его помощью. Также она умеет читать по губам, но немногие люди владеют такими навыками. Поэтому, конечно же, ей тяжело общаться со сверстниками. Она часто чувствует себя другой, упускает какие-то детали, что-то недопонимает. А они, в свою очередь, не знают ее язык, они понимают ее. Неудивительно, что девочке часто бывает неуютно среди людей. Но у нее есть отдушина, можно сказать, страсть. Это электроника. Но не современные гаджеты, а старые радиоприемники. Девочка может починить, разобрать любой самый древний и безнадежный приемник. Вообще, это необычное увлечение для девочки, но невольно возникает вопрос. А как же неслышащий человек может работать со звуком? Для Айрис все просто. Она кладет руку на динамик и сразу понимает, трещит ли он от помех, или воспроизводит музыку, или просто молчит. В целом, Айрис привыкла к такой жизни. Она довольно спокойна и размерена. Но все меняется, когда она узнает о существовании необычного кита по имени Синий-55. Чем же он так необычен, что ученые выделили его среди других и даже дали ему имя? Дело в том, что киты общаются при помощи звуков, повторяющихся и мелодичных, напоминающих человеческое пение. Но этот кит общается на другой частоте. То есть он издает такие звуки, которые непонятны его сородичам, а он, в свою очередь, не слышит их. Ну, кто, как не Айрис, знает, каково это быть среди себе подобных, но при этом оставаться одинокой и не быть услышанной, не быть понятой. Девочка глубоко сочувствует киту. И она, узнав причину его одиночества, решает действовать. У нее появляется совершенно фантастическая мысль написать для кита песню. Но мало же написать такую песню, ее еще нужно определенным образом записать и дать послушать киту, который плавает где-то в океане. Звучит просто нереально, но у 12-летней девочки все получается. И эта книга, она напоминает взрослым о том, как важно прислушиваться к своему ребенку, поддерживать его, даже если его идеи кажутся нереальными. Удивительным образом самый одинокий кит в мире сближает девочку и ее родителей и помогает им иначе взглянуть друг на друга. Для детей же эта книга станет своего рода источником вдохновения и поможет поверить в себя. Ведь если получилось у Айрис решить такую трудную задачу, значит и у вас все получится. Он создавал звуки так же, как и они, задерживая и с силой прогоняя воздух по полостям в своем теле, пока дыхание и пространство не превращались в песню. Но несмотря на все его старания, звук получался неправильный, не такого тона, как у остальных. Они его слышали, это было заметно потому, как они оглядывались. Может быть, со временем они сумеют понять хотя бы одну ноту, малейший отзвук его песни. И этого будет достаточно. Лин Келли. Песня для кита. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова